добрый день дорогие пекари сегодня будем печь с вами пирожки из капусты такие замечательные румяные и пышные и кстати в своем телеграм-канале я дам два варианта выбраживания этого теста поэтому подписывайтесь на телеграм-канал ссылка в описании здесь будет один вариант а в телеграме еще и второй давайте приступать к рецепту вчера уже вечером я надумала делать пирожки и поскольку тесто выбраживать было некогда я решила сделать опару ничего не снимала я вам сейчас так все расскажу я взяла 30 граммов закваски 100 процентной влажности 300 граммов муки и 200 граммов воды и замесила опару оставила ее на ночь у меня сейчас плюс 22 и она пробродила 14 часов чуть меньше наверное да сейчас посмотрим какая она получилась и вот такая опара потрясающая у меня получилось какая красота в отдельной миске смешиваем 200 граммов муки одно яйцо 35-40 граммов сахара 5 граммов соли и 40 граммов сливочного масла перемешиваем до однородности получается вот такая крошка добавляем 30 граммов молока еще раз перемешиваем дальше будем смотреть по густоте если потребуется еще жидкость то добавим еще количество жидкости всегда зависит от вашей муки она может меньше брать жидкости больше все это очень индивидуально берем опару и выкладываем эту красоту сюда же дальше вымесить будет непросто но нужно постараться вымешиваем вместе с опарой и одновременно смотрим на густоту тесто она не должно быть слишком жидким но она не должно быть слишком плотным вот сейчас я вижу что плотно и добавляю еще граммов 20-30 молока но 30 получилось если вдруг сложно замешивается с добавленной жидкостью оставьте тесто постоять 5-10 минут она отдохнет клейковины расслабиться и впитают влагу вам будет легче замесить вот можно прямо сейчас это сделать делаю паузу 10 минут через 10 минут возвращаемся подпыляем стол мукой выкладываем тесто оно помягчило смотрите стало эластичным если тяжело месить руками конечно замешивайте в любой технике но в принципе тесто смотрите собирается сейчас вот еще чуть-чуть скомковато но я думаю замес займет вот минут 15 наверное не меньше так ну все тесто я замесила оно мягкое и нежное липнет к столу довольно заметно миску смазываем подсолнечным маслом собираем тесто по возможности округляем она получать липковатое потому что я все-таки нарушила порядок замеса не делала последовательное внесение ингредиентов поэтому тесто получается вот такой липковато ничего страшного отправляю его в миску накрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре на один час пока тесто бродило я приготовила начинку у меня тушеная капуста очень люблю капустные пирожки и в этот раз снова капустные пирожки тесто поднялось еще не слишком сильно но заметно пирожках и булочках лучше не давать тесту полностью подниматься сначала формовать а подниматься они уже будут готовы взвешиваем тесто и выкладываем его на стол смотрите какое клевое структура класс буду делить на кусочки по 50 граммов это не самое увлекательное мероприятие поэтому камеру сейчас отключу и продолжить делить 18 штук у меня будет пирожков 18 заготовок получилось сейчас нужно каждый кусочек округлить для чего это делается дело в том что в некоторых кусочках как вот здесь есть довесочки и когда мы округляем заготовку мы это тесто как бы вмешиваем туда внутрь и придаем ему однородности нам потом будет легче лепить у нас будет одинаковой толщины заготовка скатываем шарики из всех округлила все заготовочки и готовим себе место для лепки пирожков те которые округляли первыми уже расслабились и можно начинать лепить пирожки много муки не подпыляйте чтобы она не попадала внутрь если хотите раскатаете я обычно на пирожки заготовки не раскатывая просто растягиваю руками берем начинку укладываем ее на пирожок капусты всегда бывают такие попытки кусочков капусты вылезти в шовчик пресекайте залепляем можно по кругу можно вдоль как вам удобно я залепляю по кругу переворачиваю еще местечко где поменьше муки подкатываю его еще раз чтобы затянулся шовчик и после этого можно придать ему любую форму какая вам нравится можно продолговатый сделать можно овальный вот такие будут пирожки все пирожки слеплены готовы уложены на пекарскую бумагу как правильно выбирать пекарскую бумагу я рассказываю оставлю ссылку в описании важно чтобы к ней не прилипала наша выпечка сейчас нужно накрыть пленкой чтобы не подсыхала поверхность беру достаточного размера кусок пищевой пленки немного масла растительного маслом смазываю чтобы пленка не прилипла к пирожкам накрываем пирожки и оставляем их на расстойку часа на полтора два мне сейчас потеплело сейчас 25 градусов я думаю что часа полтора будет достаточно но вы заметите по их увеличению оставляю на расстойке не стала торопиться с выпечкой дала пирожкам как следует расстояться почти два часа они у меня поднимались температура у меня сейчас 25 градусов для румяной корочки делаем смазку одно яйцо плюс немного молока смазываем поверхность пирожков духовку уже включила на прогрев печь буду при 200 градусах минут 20-25 либо можно на режиме конвекции тогда чуть-чуть будет побыстрее тесто здесь тоненькая начинка готовая поэтому пропекаться они довольно быстро пирожки готовы выпекались они 17 минут красивые румяные сейчас очень горячие выложу их на решетку и даю остыть пирожки немножечко остыли они еще теплые но мне не терпится посмотреть какие же они получились но эти мягкие румяные классный тонкое тонкое тесто но я думаю что в нижней части потолще а верхней потоньше но классные несмотря на то что еще теплые видно что тесто прекрасно пропеченная небольшая пустота это за счет того что влага из капусты испарялась ничего страшного тоненькая тесто очень нежная мягкая и очень вкусная вкусно пику такие пирожки разными способами другой способ выбраживания расскажу своем телеграм-канале подписывайтесь ссылка в описании приглашайте друзей и знакомых пускай домашних пекарей становится больше ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал продолжим с вами печь испечем еще много всего интересного